Добрый путь! В КФУ в очередной раз состоялось торжественное вручение дипломов МБА. Сказал, сделал. В Сатарстане идет строительство Болгарской Исламской Академии. В КФУ прошел очередной выпускной. Но какой! Выпускникам высшей школы и бизнеса уже не впервые получать свой заветный диплом. А почему? Узнаешь далее. В актовом зале КФУ в очередной раз состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 2016 года. Казалось бы, все как обычно. Счастливые выпускники, преподаватели, которые гордятся своими студентами, дипломы и аплодисменты. Но у юбилейного 15 выпуска свои особенности. Каждый год мы стараемся немного корректировать программу, вносить какие-то новые элементы, которые отражают современные изменения в экономике, в бизнесе. Мы стараемся привносить в программу самые передовые практики как бизнес-образования, так и просто бизнеса. Для того, чтобы наши слушатели выходили от нас обогащенными максимально. Помимо уникальности ежегодных преобразований в программе обучения, у выпускников есть и другие особенности. Дипломами высшей школы бизнеса наградили людей, которые уже не первый раз получают высшее образование. В этом плане зачерстить, конечно, невозможно. Каждый раз, как первый раз. И перед дипломом также волновались, и перед торжественной частью также волнуемся. Само собой, все как первый раз. Мы отличаемся от обычных студентов, наверное, только возрастом и опытом в жизни. А все остальное у нас, душа такая же молодая, как у обычных студентов. Упыстники прошли двухлетнюю программу обучения в области предпринимательства и управления бизнесом. Теперь каждый сам распорядится полученными знаниями по-своему. Но одно останется неизменным. В университете им всегда открыты двери. Университет всегда открыт для вас. Где бы вы ни работали, сколько бы вам лет не было, где бы вы ни жили, приезжайте. И смотрите за теми изменениями, которые у нас происходят. Критикуйте нас, если что-то мы делаем не так с вашей точки зрения. Мы тоже готовы воспринимать все замечания. Удачи, ребята, и с праздником вас! Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб Ньюс. Грузовики стартовали в прологе ралли «Шелковый путь» в Казани. Песчаная трасса вдоль казанки между Татнефть-ареной и Чашей стала первым спортивным испытанием для гонщиков. Синхронистки Российской Федерации стали первыми в группе в предварительном раунде первенства мира в Казани. Победительницы набрали 90,6667 баллов, опередив соперниц из Китая и Японии. Проекты молодых ученых КФУ в рамках САЕ «Учитель 21 века» удостоилась гранта всероссийского уровня. На берегу озера Запольской Владимирской области будет проходить основная научная жизнь представителей российской науки. Ученые назвали одной из главных угроз для человечества. Международная группа исследователей из Университета штата Вашингтон и колледжа Лондона установили, что вирусный гепатит стал одной из основных причин инвалидности и смертности во всем мире. Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. На Казани арене создадут гостиницу для домашних животных. Коммерческий департамент стадиона «Казань-Арена» предлагает стать инвестором гостиницы для домашних животных на территории стадиона. Футболисты сборной Португалии стали чемпионами Евро-2016. Единственный гол в матче на 109-й дополнительной минуте забил португальский нападающий Антонио Эдер. Казанский федеральный университет готовится к 29-й международной олимпиаде по информатике IOI-2016. Олимпиада пройдет в студенческом кампусе КФУ деревню Универсиады с 12 по 19 августа 2016 года. В КФУ открылся собственный центр тестирования для мигрантов. Специалисты ВУЗа будут принимать у иностранцев экзамены по русскому языку, историю и законодательству Российской Федерации, необходимые для разрешения на работу. Закончились школьные годы, сданы все экзамены, остается только самое волнительное – это поступление в университет. Каждый год правила приема в ВУЗы меняются. Об особенностях приема этого года в КНИТУ КХТИ расскажет наш корреспондент Аделя Валеева. В КХТИ полным ходом идет прием абитуриентов. Каждый год огромное количество бывших старшеклассников идут с кипой документов в университеты, чтобы связать свою жизнь с профессией мечты. Марат Валеев, ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ КХТИ, рассказал нашей съемочной группе о приеме 2016 года. Структура приема, количество бюджетных мест на уровне прошлого года. Есть особенности этого года, может быть, сложилась такая особенность, что начали и аттестаты позже получать абитуриенты, и результаты ЕГЭ не знали, и поэтому они не подавали заявление. Но сейчас уже как раз поток пошел, и последние 4-5 дней мы перекрываем нормы прошлого года. Всего в КХТИ на дневной форме обучения 1980 мест, и на сегодняшний день подано уже порядка 3-4 тысяч заявлений. Учитывая, что абитуриенты буквально недавно узнали результаты вступительных экзаменов, и основной поток заявок на поступление начался пару дней назад, то это уже отличный результат. Данный университет предоставляет все возможные услуги, которые мне нужны. Очень хорошее расположение корпусов, рядом есть всегда общежитие. Я всегда хотела поступить именно в КНИТУ, это мой осознанный выбор. Мне очень интересна пищевая промышленность, в частности биотехнология в пищевой промышленности. Это является перспективным направлением. Специально сдавал ЕГЭ по химии, надеюсь, что поступлю на бюджет. У будущих студентов впереди еще много открытий и светлых моментов, а мы желаем им поскорее увидеть себя в списке зачисленных. Адилия Валеева, Ленар Довлетяров, Универньюз. А теперь предлагаем переместиться в КФУ и посмотреть, что происходит в приемной комиссии в рубрике «No Comments». КФУ и «No Comments». Строительство Болгарской Исламской Академии в самом разгаре. Сделать свой вклад в создание единственного вуза России, в котором будет вестись углубленная подготовка исламоведов, может каждый. Подробности далее. В Татарстане продолжается строительство Болгарской Исламской Академии и воссоздание Собора Казанской Иконы Божьей Матери. С самого начала этих проектов активную роль в их реализации играл Казанский Федеральный Университет. А недавно вуз присоединился к благотворительной акции, инициированной президентом республики Рустамом Минихановым. Принять в ней участие и перевести деньги на счет проектов может каждый. Реквизиты Фонда Возрождения представлены на сайте организации. Речь идет на сегодняшний день о том, что Казанский Федеральный Университет поддержал эту инициативу, и нынешний заработок не будет перечислен на счета ресурсов на фонда Возрождения. Но, еще раз говорю, эта акция не может быть только разовой. Есть возможность на протяжении достаточно большого времени жертвовать определенной суммой. Напомним, Болгарская Исламская Академия – это первое учебное заведение в России, в котором будет вестись углубленная подготовка магистров, докторантов и аспирантов в области хронических наук. А собор Казанской иконы Божьей Матери когда-то сыграл значительную роль в становлении всей русской православной цивилизации. Поэтому его воссоздание – действительно значимый проект для духовной жизни республики. Диана Вакян, Универ Ньюс. На сегодня у меня все. И помни, следует стремиться увидеть в каждой вещи то, чего еще никто не видел и над чем еще никто не думал. Действуй. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!